Добрый день! Периодически мы можем видеть на улицах городов автомобили медицины катастроф или просто реанимобили скорой помощи. Мало кто видел их изнутри. Как правило, это видят сами врачи и пациенты. Но пациенту реанимобили обычно не до интерьеров и оборудования. Ему бы хорошо остаться живым, а врачи тоже с неохотой выставляют снимки изнутри. Но ведь обывателю это все же интересно. Внутри такого автомобиля обычно много света и много места. При желании в автомобиле можно обслуживать в пути сразу двух пострадавших. Пациенты попадают в автомобиль с задней двери, но при этом есть и боковая дверь. Левый борт реанимобиля полностью занят медицинским оборудованием, оснасткой и лекарствами. Используется все свободное пространство. На поручне находятся и фиксаторы на шею, есть и электроодеяло. Реанимационный монитор подключается к пациенту и выводит информацию, пульс, сердцебиение, температуру и еще несколько параметров. Колпачок одевается на палец пациенту, и он под контролем. Аппарат искусственной вентиляции легких, он как бортовой, но можно использовать и автономно. В автомобиле имеется шприцевой дозатор. Не все лекарства можно вводить струйно и быстро, либо капельно. Вставляется шприц, и лекарства поступают в организм с определенной скоростью. Ну а врачи в это время могут быть заняты пациентом. В автомобиле есть обязательно дефибриллятор-монитор. Ну, наверняка многие видели его в кино. С его помощью можно снять и кардиограмму. Имеется и наркозно-дыхательный аппарат, и он также переносной. Аппарат искусственной вентиляции может работать полностью автономно. Он не зависит от баллона сжатого кислорода. В автомобиле может быть еще одна интересная вещь, но, к сожалению, пока редко встречающаяся в России. Это детектор болевого стресса. Прибор может определить, больно ли человеку, даже если он находится под наркозом, либо без сознания. В подобном автомобиле есть и акушерский набор, и помогающая бригада вполне может принять роды. Есть также токсикологические наборы. В случае отравления в машине возможно промыть желудок. Имеются и хирургические инструменты, позволяющие быстро зашить, разрезать, заштопать. В общем, в данном автомобиле многое из чего. Только лучше, конечно, всем этим не воспользоваться ни разу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok